ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает почти Митсубиси отзывает в России почти 90 тысяч кроссоверов ASX, реализованных с середины лета 2010 года по начало 2016-го. Обнаружено, что у машин вода с лобового стекла может попадать на моторчик стеклоочистителя, что чревато выходом его из строя. В ходе сервисной кампании производитель обещает бесплатно устранить неполадки, вплоть до замены моторчиков. ВИН-коды авто размещены на сайте Росстандарта. ТРАССА СТО ОДИН С нового года правительство страны собирается на 15% поднять утилизационный сбор для автопроизводителей. По мнению экспертов, на стоимости машин, собираемых в России, это никак не отразится. А вот ввозимые из-за рубежа авто подорожают. Впрочем, есть шанс, что кабинет министров откажется от данной затеи. ТРАССА СТО ОДИН Весной следующего года в России стартуют продажи компактного кроссовера Лифан Х-70, который, по замыслу китайцев, должен составить серьезную конкуренцию Хёнде Крета. Машина, над дизайном которой трудились итальянские специалисты, будет оснащаться двухлитровым атмосферным бензиновым мотором мощностью 141 лошадиная сила. Коробка механика или вариатора. Ожидается, что стоить новинка будет на 10-15% меньше, чем Крета, то есть минимум 700 тысяч рублей. В соцсеть Одноклассники запустила сервис, позволяющий узнать о наличии штрафов ГИБДД и оплатить их. Для этого в специальной форме нужно ввести госномер авто, а также серию и номер свидетельства о регистрации. Отмечу, что в интернете полно сайтов, предлагающих получить информацию о штрафах. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пользоваться только страницей гибдд.ру. В Италии установлен мировой рекорд по продолжительности заезда колесного транспортного средства на электрической тяге. Оборудованный электромотором автобус на 40 мест без подзарядки преодолел расстояние в 1800 километров. Время в пути почти 30 часов. Интересно, что данный автобус выпускается серийно одной из американских компаний. Его охотно приобретают администрации городов и университеты. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok